Доброго всем денёчка, девочки и мальчики! Прям вот так вот захапать все хочется! Смотрите, что мне тут принесли! Как всегда, по доброй традиции. С наступления весны Марина едет в лес за мхом. И по доброй традиции она всегда меня угощает нехиленьким пакетиком вот такого зелёного вкусного чуда лесного. Сейчас я достану и покажу вам, какая красота! Он ещё прям мокрый-мокрый! Прям вот только-только с болота! Посмотрите, даже когда мне Марина отдавала пакетик, оттуда комарятки вылетали лесные. Вот, постоянно мне спрашивают, как обрабатывают. Так, девочки, сейчас выкладываю эмальчики в таз и показываю вам. Храню разными способами. Подсушиваю. Вот это тоже мох от Марины. В том году, по весне, она мне его привозила. Такой же огромный пакет. Вот осталось тут немножко, как раз подоспела новая партия. Спасибо большое, Мариночки! Будете спрашивать, где, девчонки, ссылки? Как всегда, я вам говорю, если нет каких-то договорных обязательств, ссылки не могу оставлять. Сейчас это запрещено законодательством нашей страны, страны, поэтому кому нужен мох, можете обращаться. Вот так называется группа. Мох Марина, смотрите, и ещё. Я никогда вам не посоветую человека плохого. Да? Если я действительно уверена в том, что это добропорядочный, обязательный человек, вот про таких я вам всегда рассказываю. Я раскладываю на тканевые салфетки большие, ну, каком-нибудь ветош беру, раскладываю и подсушиваю. Потом вот это чудо, попадая в нужные условия именно той влажности, в которой растёт эта красота в горшочке, всё, он начинает расти. Любая зелёная шапочка, волокнистая структура мха, корней у мха нет, сами знаете, да? Есть просто нижняя часть, которая не зелёненькая, и верхняя часть, вот такая, которая способна дальше, по верхнему уровню, прирастать новой частью. Они прекрасно растут в закрытых системах посадки. Поэтому это незаменимый помощник для орхидей во время посадки в закрытые системки. Вот так в коробе стоит, просто сбоку, да? В коробке иногда складываю. А вот ещё нашла пакетик от Марины, да, она мне его тоже, вроде как, по-моему, на Новый год презентовала. Вот видите, тоже хранится. Это упаковывает от Марины. Пакетик с анфон, подсушивает. Есть живой мох, есть подсушенный мох. Большой спрос, говорит, на это чудо у неё. О, покажу вам. Вот, мох у Марины. Вот такая группа, видите? И здесь всё видно. И сухой, и прессованный, кстати, есть. Видите, какой. Есть видеосопровождение, можно всё посмотреть. Поэтому кому нужно, девчонки? Ответственный продавец. Это самое главное, чтобы продавцы были ответственными. Вот такие она публикует фотографии. Это вот с последней поездки за мхом. Красотища. Одела перчатки, вдруг какая-нибудь казабендия не вылетит оттуда. Я ж всё, я ж бешеная, я сразу помру. Со страху. Я вообще в лесу, меня лучше в лес не пускать. Вот так, вот так я раскладываю пучками. Стараюсь одним слоем. Если не получается одним слоем, значит ворошу. Ой, красота-то какая, ляпота. Слушайте, не надо мне золота бриллиантов. Дайте мха побольше. Видите, какой красотун, боже мой. Видите, он вот длинная такая вот борода нижняя, да. И вот смотрите, здесь есть листочки, иголочки. Это же тот самый опад, за которым мы ныряем в лес в том числе. По крайней мере, я люблю добавлять опад. Марина говорит, приходится чистить, потому что немногие понимают, что листочки это хорошо во мхе. Листочки и иголочки, травинки. Вот видите, вот эти вот листочки такие вот. Они вот, их берёшь, они уже полуперепревшие, представляете. Мне как-то на канале написали, Ирина, у меня в посадках начинает это дело переплесневать. Бывает на иголочках появляется плесенюшка. Вы знаете, такое у меня тоже бывает. Но, как я всегда говорю, после стабилизации экосистемы посадки, всё выравнивается сразу. Вот просто сразу. Понимаете, опад это та кислотность грунта, которая не позволит уйти экосистеме посадки в неправильную флору, в отрицательную флору. Бывает такое, там поселяются какие-то незначительные такие плесенюшечки, но, как правило, это, возможно, форма, штамм какой-то, бациллосубтирности стены палочки, либо какая-нибудь форма триходерма. Если вот такая зеленоватая, с оттенком салатовой, плесенюшечка появляется, это триходерма. Причём триходерма вериды. Если появляется плесенюшечка в сторону, такая, знаете, она синевато-зеленоватая, это триходерма харцианум. Это неплохо, это хорошо. Понимаете? Здесь тоже нужно понимать. Плесенюшечка, плесенюшечки рознь. Вот, видите, какая красота. Вот, смотрите, можно, если вам не нравится вот такая вот нижняя часть, борода, её можно, кстати, измельчить, вот эту часть. Вначале подсушиваем, потом убираем эту бороду, например, давайте вот так я вам покажу. Мы её убираем, отрываем, мы её тоже подсушиваем всю, собираем, и потом делаем хорошие миксы для посадки орхидных. Можно добавлять коре, мелкую фракцию. Ножничками порезали или там руками порвали вот эту подсушенную часть. Она прекрасно идёт, особенно внутрь посадок. Вот, так что, так что у меня вот такое прибавление. Это вы думаете, что я такая... Ой, куда делся? Куда прозиделся? Паук в перчатках. Это я такая смелая, понимаете? Сейчас я их соберу все в ёмкости и на улицу выпущу. Ядрит Мадрит. Вы гляньте, кто. Да здоровый! Это второй уже. Сейчас я их все пособираю, не переживайте. Никто у меня не погибнет. Пойдут на улицу. Знаете, какой? Я спугнуть боюсь. Сейчас уползёт. Вот камера, она маленькая делает его. Он, знаете, какой? Он с лапами. Сантиметр. О, ещё пополз. Красавец. Макричка. Ну, живности, естественно. Когда из лесу мы приезжаем, да, кучу всего там и с грибами тоже привозим. Поэтому здесь как бы это нормальная ситуация. Всё подсыхает и всё стабилизируется. Потом там никого не будет специально, никаким образом я не обрабатываю мох. Ни в коем случае. Я его очень хорошо сушу для хранения. Так, продолжаю выкладывать. Вон он ползает. Красавец, слушайте. Ой, здоровый. Уже паутину там успел наплести. Так, кого встретила ещё? Муравья встретила. Вот он ползает. Красотун. И встретила улитку. Меня часто спрашивают, Ирина, там же улитки могут быть. А это опасно для корней? Да, девочки, это опасно для корней. Поэтому если вы берёте свежий мох и добавляете его сразу свежим, зелёненьким, таким, в посадку, мокрым, то тогда, естественно, нужно просмотреть, чтобы в этом мхе не было улиток. Ну, понятно, что визуализировать их очень легко, да? Они очень хорошо видны. Вот она ползает. Красота. Вот куда тебе, дети? Вот мартышка. Так, когда он подсохнет, всё, никаких улиток там уже не остаётся. Потому что в сухом мхе улитки не живут. Равно как и любая другая жидкость. Никаких видов клещей на этом мхе нет. Потому что клещи любят влажный, сухой воздух. Я имею в виду клещи, которые... Ой, сказала про клеща. Что-то испугалась. Ой, те кровососущие, которые бывают. Никакие виды клещей растительных на мхе не бывают. Они во влажной среде, на влажной мхе не живут. Им нужен сухой, жаркий воздух. Вот тогда да. Я имею в виду растительные клещи, которые жрут растения. Вот такая красота. На канал приходит много новых зрителей. Спрашивает Ирина, где вы берёте такой красивый мох? Девчонки, у меня нет потребности даже за ним ехать в лес. Я собиралась, я планировала в середине мая отправиться за живым мхом, чтобы его заготовить на будущие посадки. Но сейчас, когда мне привезли вот столько, вот столько, это очень много мха. Ну, я вам могу сказать, что на ближайший год я мхом обеспечена. Спасибо большое Марине. Она едет, его заготавливает и про меня не забывает. Сейчас могут полететь комарятки. Можно, знаете, как сделать? Если прям уж совсем, вот вам не нравится, да, что оттуда что-то поползает, выбегает, можно взять долматскую ромашку, положить в ёмкость, пропрыскать долматской ромашкой. Так, сейчас я покажу, что я имею в виду. Так, секунду, где-то у меня тут, вот она. Вот такую я использую. Флакончик. Опрыскать можно по поверхности, в ёмкости, в любую, куда вы там сложите, в какой-нибудь таз, короб. И накрыть полиэтиленом, либо какой-то крышкой, чтобы этот раствор не испарялся. Чтобы он там долго находился, и всё. И этого будет более чем достаточно. Уж поверьте мне. Можно, если у вас нет этого средства, можно взять обычный фитоверм. Тоже развести его в норме разведения от производителя. Читайте, подробные инструкции. Там всё, всё написано. Для какого вида обработок, как он разводится. Сколько вешать в граммах, сразу для вас станет очевидным. Можете также положить в короб и разведённый раствор с фитовермом, опрыскать по поверхности. Вот так вот, аккуратненько. И накрыть крышечкой. Всё, ничего не останется. Я использую препараты с приставкой «Био», которые имеют короткий по времени эффект воздействия. Всё, действующие вещества. Фитоверма через 6 часов, они начинают действующее вещество, свойства свои терять. Здесь, ну, чуть подольше, долматской ромашки. Но тоже короткий по времени эффект воздействия. О, как его много, смотрите. Распределила. Сейчас у меня он немножечко подвянет, подсохнет, да. Я какое-то количество возьму, поставлю в короб, чтобы мне делать посадки со свежим мхом первое время. А всё остальное я подсушу. И положу в обычные картонные коробочки. Можно, ну, как угодно хранить, лишь бы он не перепревал. Иногда можно положить в пакет и в нижнюю часть холодильника, там, где есть отсек для хранения овощей и фруктов. Можно там хранить. Только делайте в пакетах многочисленные дырочки. Перфорируйте их. Для того, чтобы мох дышал. Чтобы он там в пакете не запрел. Сушить его для этого не нужно. Кстати, я вам могу сказать, до полугода в этих перфорированных пакетах очень хорошо он хранится во влажном состоянии. Один раз в месяц нужно эти пакетики доставать, чуть-чуть опрыскивать, закрывать пакет и назад тот же контейнер в холодильник. Хранится хорошо. Даже, можно сказать, он до года может храниться в этих пакетиках вот в таком первозданном виде. Поэтому, какой, кому больше способ нравится хранение мха, тем и пользуйтесь. Покажу вам неуёмность моей любимицы. У меня их 5 погоршечно. Это орхидея каменная роза. Вот, посмотрите, видите, как только достигнут распуск цветоноса, созданных бутонов, всё, пошло новое будущее цветение и формирование новых бутончиков. Вот так поступает каменная роза постоянно. Так, и очень вам хочу показать. Посмотрите, какая прелесть. Девочки и мальчики. А вот сейчас у меня к вам вопрос. Немножко лампа мерцает. Ничего сделать не могу. Я отключила, цветопередача теряется. А вот с этой лампой, кстати, лампа 20-ваттка, вот мини-фермер, она кремового свечения, розовато-кремового. И наверху у меня там отвалилось основание у лампы из светофора. Сороковатка. Вот эта вот защитная белая штучка надо будет заменить. У меня есть такая лампа, я обязательно её заменю. Но она как раз имеет тот оттенок дневного свечения, который очень хорошо передаёт в окрасе цветение вот этой орхидеи. Теперь вопрос. Я уверена, что сейчас многие начнут задумчиво, теряясь в предположениях, пытаться угадать, что это за орхидея. Я её сама не узнаю. Почему? Откуда вопрос этот возник? Именно отсюда. А теперь вот так. Абсолютно без подсветки. Девчонки, я сделаю паузу. Пока буду показывать вам красивые цветочки этой орхидеи, я хочу, чтобы вы мне написали в комментариях ваши предположения. Смотрите, какая красота. Небольшая подсказочка. Первые на этом цветоносе распущенные цветы. Последующие на этом цветоносе распущенные цветы. И вот буквально недавно на этом цветоносе распущенные цветы. Девочки и мужчины, и мальчики. Это орхидея персики. И вот когда у меня спрашивают, Ирин, вот ещё два бутона осталось, видите, распустить её с задуманным цветением. И у меня, когда спрашивают, Ирин, вот почему, когда мы видим миксы, или там, допустим, конкретно поступление по определённым гибридам, бывает на палетке несколько растений. И вот мы видим действительно очень красивое, невероятно тёплое, в оттенке, яркое, вот как сейчас вы видите, цветение орхидеи персика. В домашних условиях он так не цветёт. Девочки, вот сегодня, благодаря вот этим лампам, которые здесь у меня располагаются, над формировавшимся цветоносом этой орхидеи, я вам могу сказать, чего не хватает вашим орхидеям, когда вы получаете не до конца окрашенные цветы, варианте цветения этой орхидеюшки. Им не хватает светового потока и необходимого спектрального расщеплённого света. то есть всех тех лучей, которые отвечают за прекрасный окрас самого цветочка. Вы знаете, вот у меня на этой орхидее в высоком периоде цветения, это зимой и начало весны, у меня цвёл вот этот цветонос. Очень долго он цвёл, наверное, месяцев пять. И на нём были цветы, вот такие, цветонос был невысокий. Он не доставал вот этих ламп. И все цветы, даже вновь распускающиеся, новые цветочки на этом цветоносе были именно вот такими. Потерянными во времени и во красе. Я их называю. Ну что ж ты, родной-то, потерялся? И вот здесь то же самое. Видите, вот эти вот цветы, они находятся в нижней части сформированного цветоноса, и они имеют вот такой оттенок. И чем выше цветок, они распускались такими. Сейчас вы мне скажете, что они выгорели. Нет, они распускаются именно такие во красе. Чем выше бутоны к освещению, тем активнее и ярче цветы в исполнении этой орхидеи. Девочки, я просто в шоке. Я так влюбилась заново в эту орхидею. Я говорю, какая же ты красивая. Вот не зря же тебе персиком назвали. Смотрите, какие красивые, загорелые у нее бутоны. Первые бутоны в домашнем цветении вот на предыдущем цветоносе, я их помню, они были просто зелеными. Зелеными, немножко с желтоватым оттенком. А здесь вот, видите, здесь уже в бутонах заложена яркость будущего цветения, будущих цветочков этой орхидеи. Поэтому посмотрите, вот по наблюдениям, что могу сказать. Ничего нового в варианте удобрения я этой орхидеи не давала. У нее все как всегда. Но предыдущее было цветение скудное и очень не впечатляющее. А вот это цветение, ну просто кайф. Я в восторге от цветов орхидеи персики. Ну, что сказать. Для того, чтобы яркость цветов была вот именно такой, во время формирования цветоноса, орхидеи нужно достаточное количество цвета и света. То есть, всех тех лучей, которые в том числе и отвечают за яркость цветочков ваших орхидеевишек. Девчонки, ну вы только посмотрите. Вы посмотрите, какая у нее по плотности губа необыкновенная. Она чем-то напоминает мне орхидею и розетта, и немножко радугу. сейчас бэби-диаман, нет, динамит, по-моему, да, вот, бэби-динамит. Я тоже хочу эту орхидею обязательно при случае в коллекцию заиметь, заполучить. Это у меня в мечтах. А пока я наслаждаюсь цветами персика. Вот цветочки с другой стороны. Вы знаете, вот настолько, видите, вот этот цветок, он тоже к лампе формировался. И посмотрите, сколько там много вот таких вот сиренево-красных вкраплений на самом цветочке. Какая-то прям присутствует неоднородность цветонаполнения более темным оттенком. Но вот как-то необычно. И вот, если честно, раскрываясь эта орхидея своими бутонами, она меня каждый раз удивляет. Посмотрим, как раскроются вот эти вот два оставшихся бутончика. доцветает рядышком. Орхидея эсме красавица. Никак она не сбросит свои цветы, так она их долго держит. Но тут вот уже посерединочке кое-что отпало у нее. Девчонки, прелесть какая! У нее на цветоносе восемь бутонов, шесть цветочков уже раскрылась и на очереди два оставшихся бутона. Крупный цветок, реально крупный и очень эффектное цветение, особенно в цветонаполнении. И немножечко в сторону я отвожу видеокамеру. Посмотрите, какая у меня красота вновь распускается. Ну вот, что это за красотища такая! Я уже с ней как-то вела беседу. И вы слышали мою беседу с этой орхидеей, когда я сказала хватит свести, детем займись. У многих конечно это вызвало улыбку. Сейчас цветопередача уходит в какой-то высветлено бордовый. Эта орхидея имеет фиолетово-черный оттенок с очень красивым кантиком, окантовкой вокруг краешков лепестков. Посмотрите, какая бесподобина! Вот так! И второй у нее вот он цветоносик вызревает и при этом у нее развивается. Я вам уже показывала. Вот она детка. Вот смотрите, сейчас видно, да? Орхидея сбрасывает листик. Эта орхидея имеет цветонос из точки роста. И вот как раз этот цветонос заново и зацвел. Он постоянно цветет. Каждая почка, которая находилась в верхнем уровне этого цветоноса, она цвела. Зацвела следующая почка. Видите? И вот тот цветоносик, это цветонос, который появился из пазухи. Это орхидея не у меня. Нет, это магазинные цветоносы, но так как цветут боковые почки, это уже как бы доморощенные цветоносики цветут на этой орхидее, но никак не уймется, никак не успокоится. И дитё на ней растит. И естественно сейчас вот это цветение, оно будет, будет забирать листочки этой орхидеи. Без этого не будет. Почему? Потому что орхидея не крупная, она маленькая, цветонос из точки роста у неё, то есть потенциально она уже сама растет не будет. Она только может свести, вот что собственно она сейчас делает, и детку на себе растит. Детка тоже хорошо стала прирастать по объёму. вот захотелось вам показать красивые нарядные цветы этой орхидеи. Несильный крупный цветочек. Цветок где-то в размере может быть 6-6 с половиной сантиметров, ну может быть 7 от силы. Вот такой красавец Биглип. Так, здесь у меня дракарис доцветает потихоньку прежде распущенные цветы убирает, от тех, которые недавно распустил. Смотрите, какой по крупноте цветок. Девочки, имейте в виду, это монстр. На картинке он, конечно, красив, он необычен в своём таком исполнении. Губки, посмотрите, губка, как будто танцующая барышня со шлейфовыми рукавами, видите, и юбка, как будто у неё такая в пол зауженная, широкие бёдра узкой талии. Я вам уже рассказывала моя ассоциация, когда я смотрю на этот цветочек. Но крупный развивается зачастую и очень часто в горизонт он в своём объёме, и как раз в горизонт где-то сантиметров 10-10, с половиной у него цветочки. Также продолжает цвести красавица под названием девочки, спасибо вам огромное, есть название Эвер Спрингинг. Вот такая орхидея. Домашнее название этой орхидеи Маргарита. По повести Булгакова Мастер и Маргарита. Она необычная, она действительно как такая, знаете, неоднозначная героиня произведения Булгакова Мастер и Маргарита. Божественный красавец космос, цветок космос. На всё, девчонки и мужчины. Вот такое у меня сегодня видео. И подарочек показала, и вновь зацветающие орхидеюшки показала, надеюсь, вам было интересно посмотреть вот такое собирательное видео. Желаю вам ой, ну вы посмотрите, но это невозможно. Глаз невозможно оторвать от этого цветка. Никогда персика я таким не видела. Никогда. И моему восхищению нет никакого предела. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.